Друзья, всем привет и добро пожаловать на мой канал! В сегодняшнем видео я бы хотела поговорить с вами про уход за фикусом Бенджамина в домашних условиях и дать несколько полезных советов. Фикус Бенджамина считается неприхотливым растением, которое легко адаптируется к новым условиям. Но уход за фикусом Бенджамина в домашних условиях оказывается не таким простым, как может показаться на первый взгляд. Для начала нужно знать, что это растение родом из субтропических и тропических лесов Индии, Китая и Юго-Восточной Азии. То есть фикус Бенджамина растет в очень влажных и теплых широтах. Поэтому, что касается местоположения и освещения для фикуса Бенджамина, его нужно располагать на западных или восточных окнах. Растение любит рассеянный свет, но не прямые солнечные лучи. Если вы поставите фикус на южной стороне, то его необходимо притенять, особенно летом. А вот на северной стороне фикусу может не хватать освещения. Поэтому выбирайте такое положение, где растение будет получать достаточное количество света, но не попадать под прямые обжигающие солнечные лучи. Что касается температуры, то зимой она не должна опускаться ниже 16 градусов. Хотя фикус Бенджамина достаточно хорошо переносит зимовку со стандартной комнатной температурой. Но главным здесь выступает влажность воздуха в помещении, так как фикус очень влаголюбивое растение. Влажность воздуха достигается не частым поливом, а именно опрыскиванием растения. То есть на протяжении всего года фикус Бенджамина нуждается в постоянном опрыскивании листьев. Летом опрыскивать растения можно хоть каждый день и несколько раз в день. Чем чаще, тем лучше, особенно в очень жаркие дни. Естественно, зимой это нужно делать значительно реже. Все зависит от того, какая влажность у вас в помещении и в каких условиях находится фикус. Иногда для фикуса стоит устраивать купание под душем. Это способствует здоровому развитию растения, а также профилактика от таких вредителей, как паутинный клещ и щитовка. Очень важным пунктом является полив. Фикус Бенджамина требует достаточно много воды, особенно летом в период активного роста. Поэтому ни в коем случае нельзя допускать длительное пересыхание почвы. А вот осенью и зимой полив надо значительно сократить, делая его в достаточной степени всего около одного раза в неделю. Летом же в очень жаркие дни полив осуществляют через день или через два дня в зависимости от температуры воздуха. Если вы часто будете забывать поливать растения или поливать его в недостаточном количестве, то фикус тут же начнет сбрасывать листья. Естественно, правильнее всего будет придерживаться разумного баланса в поливе. Также ошибочно думать, что частый и многократный полив способствует здоровью растения. Совсем наоборот, растение может заболеть и его корни могут загнить при излишней влажности почвы. Что касается подкормки и удобрения, то фикус нуждается в нем, особенно в весенний-летний период, так как после зимы растения немножко вялые и особенно нуждаются в подпитке. Подкармливают растения минеральными комплексными удобрениями каждые две недели. Что касается пересадки фикуса, то у меня есть об этом отдельное видео. Если вам будет интересно, я обязательно оставлю ссылочку под видео. Но скажу об этом краткую информацию. Неизбежно наступит время, когда молодому фикусу станет тесно и потребуется пересадка. Самое лучшее время для пересадки фикуса – это, естественно, весна, когда наступает активная фаза роста растения. Молодые фикусы нужно пересаживать каждый год, взрослые растения – раз в 2-3 года. Также для создания взрослому дереву комфортной среды обитания будет достаточно обновить всего лишь верхний слой почвы. Что касается размножения, то фикус размножается черенками. Чтобы получить его саженец, можно использовать ранее обрезанные с верхушки отростки с двумя парами листьев. Черенок нужно завернуть в тонкий ватный тампон и поставить в воду. Или же просто поставить в воду. После того, как молодые растения пустят корни, это займет приблизительно 1,5-2 недели, его необходимо пересадить в почву. Как и любые другие растения, фикус бенджамина подвержен болезням и вредителям. Наиболее часто фикус бенджамина поражается мучнистым червецом, а также щитовкой и паутинным клещом. Поэтому внимательно следите и часто осматривайте растения для того, чтобы своевременно выявить болезни и вредителей. Что касается обрезки и прищипки фикуса бенджамина, то на эту тему я сделаю отдельное видео, в котором детально покажу и расскажу, как осуществляются эти процедуры. А пока вкратце скажу, что обрезка и прищипка растения осуществляется естественно в период его активного роста с весны по осень, так как зимний период это период покоя для растения. В зимний период рекомендуют делать только какие-то вынужденные обрезки, если есть приболевшие или засохшие веточки. Все остальные манипуляции перенесите до весны. Также при выборе места расположения для фикуса нужно учесть, что они не любят сквозняков, но также любят свежий воздух. Поэтому в летнее время, когда тепло, фикус можно выносить на балкон, но поставить его в какой-то угол, где не будет никакого сквозняка и очень сильного ветра. Потому что от этого он также может скидывать листья. В зимнее время, если на вашем балконе достаточно прохладно и температура опускается ниже 17 градусов, фикус стоит занести в дом. Также не забывайте периодически рыхлить почву, чтобы корни растения получали достаточное количество кислорода. Также обратите внимание на то, что в зимнее время фикус потребует от вас больше внимания, так как нужно создать достаточную влажность воздуха, отрегулировать полив, который будет отличаться от летнего периода. Также обратите внимание на то, что фикусы не рекомендуют ставить вблизи батарей, так как они будут высушивать воздух и это будет вредить растению. Если вы желаете получить симметричное растение, то обязательно поворачивайте фикус вокруг его оси, для того, чтобы отдельные веточки не вытягивались и не искривлялись. Это были основные полезные советы по уходу за фикусом баджамина в домашних условиях. Надеюсь, вам мое видео было полезным и интересным. Если у вас остались какие-либо вопросы, непременно их пишите, и я постараюсь на них ответить. Ну а я всем желаю хорошего дня и солнечного настроения. До новых встреч!